Здравствуйте, товарищи! Я не буду использовать свое традиционное добавление коллеги, поскольку в данном случае я обращаюсь именно к товарищам, к тем, кто это слово уважает и считает главным. Накануне выборы на центральном телевидении и на радио, где мне удавалось выступать, даже в прямых эфирах, я, к сожалению, не мог прямо говорить ничего на эту тему. Более того, на общественном телевидении России меня попросили некоторое время не вести программу Бузгалин «Личное мнение», хотя надеюсь вернуться на этот экран, поэтому пользуюсь возможностью сказать что-то нашим товарищам на нашем YouTube-канале «Альтернатива». Своё мнение я высказал несколько месяцев назад. Эти выборы ничего не решают. Безусловно, они организованы так, что существует тотальное давление, которое, по сути дела, вынуждает большинство граждан России проголосовать так, как положено, поддержав партию власти в её нескольких разновидностях. Это общая постановка вопросов. Более конкретно. Это давление достаточно сложно организовано. К вам не приходят с пистолетом или с автоматом и не требуют правильно проголосовать. Создается атмосфера, в которой у вас как бы свободное мнение. Но в нашей стране, не менее, пожалуй, ещё более жёстко, чем во всём мире, либеральная буржуазная демократия на самом деле подавлена системой тотального политического производства. Производства, основанного на манипулировании человеком, на том, что политтехнологи на деньги по заказу тех, у кого в руках капитал и политическая власть, осуществляют манипулирование людьми. Эта система отработана, она эффективна. Людей заставляют покупать Кока-Колу или покупать Сникерсы. И точно так же людей заставляют голосовать нужным образом. Это делается профессионалами, огромной машиной. Да и в целом, есть гораздо более важная причина, по которой большинство проголосует за партию власти. Люди боятся изменений. И, оборотная сторона этой медали, люди не верят в ту оппозицию, которая участвует в выборах. Они боятся изменений, потому что последние десятилетия эти изменения были в основном к худшему. И они боятся изменений, потому что оппозиция не показала себя, я имею в виду те партии, которые более или менее оппозиционно голосуют в Государственной Думе, КПРФ, Справедливая Россия. Вот эти партии не показали себя, как организации, готовые всерьез, до конца, последовательно, умело, имея теоретически выверенную программу, и как минимум десятки тысяч настоящих борцов за новое социалистическое будущее действовать. Я хочу сделать маленькое отступление. Я потом четко скажу, буду голосовать, не буду, за что буду голосовать и так далее. Но сначала просто обоснование. Я не люблю голословных заявлений. Почему большевики и их союзники победили в 2017 году, осенью? Вот гораздо более, пожалуй, глубокой осенью, чем сейчас. Более того, почему победили Советы даже, а не просто большевики? Не потому, что у них были очень удачные политтехнологи. Не потому, что в их руках были все средства массовой информации. Не потому, что им кто-то предоставил все каналы несуществовавшего тогда телевидения. Не поэтому. Они победили по нескольким причинам. Во-первых, это была сплоченная организация многих десятков тысяч партийных и сотен тысяч беспартийных людей, которые были готовы идти последовательно до конца, рискуя жизнью, здоровьем, честью, беря на себя ответственность, идти на то, чтобы делать дело, которые были убеждены в том, что они делают. Не верили, как верят в Бога, а убеждены. Убеждены, потому что были более или менее знакомы с теорией, серьезной теорией, истинной теорией. Потому что у них была, это самое главное, практика общественной деятельности. Деятельности в окопах, где тебя могли убить за пропаганду против царя-батюшки. Деятельности во время организации забастовок, где тебя могли избить, выкинуть на работу, посадить, а может быть, тоже убить. Серьезной деятельности, практической, ответственной, с огромным риском. Это были коммунисты. Даже если они были беспартийными, или если они были левыми и сэром. Они по тому, как они жили были, коммунисты. Это во-первых. Во-вторых, были миллионы людей, не большинство населения России, а меньшинство, миллионы, готовых пойти вслед за ними. Те, кто голосовал за то, чтобы в Советах были люди, поддерживающие программу большевиков. И левых эсеров, и других союзников. Но прежде всего большевиков. Они голосовали за это, хотя сами не были большевиками. Да и в Советах по России далеко не везде большевики, как члены партии, были в большинстве. Советы были за программу большевиков. И поэтому 80% губернии России тогда победили Советы. Мирно победили. Подчеркиваю, мирно победили. Но была сила, которая была готова потом делать дело. Сразу после победы Октябрьской революции в стране были сотни тысяч организованных красногвардейских отрядов. И только десятки тысяч белогвардейцев, которые были раздроблены, не знали, что делать. Только после того, как мировой капитал обоих воюющих группировок, Германии, Австро-Венгрии, Турции и так далее, с одной стороны, Англии, Франции, цитара, с другой стороны, объединились против нас, против социалистической Советской Республики. Вот только после этого белогвардейщина поднялась и остальные. Вот это очень важно. И в-третьих, большинство населения осознало вследствие голода, войны, прудоразворства, которую начал царь-батюшка и продолжало временное правительство, что так дальше жить нельзя. Вот поэтому большевики победили. Победили мирно, я подчеркиваю. Победила демократическая власть, советы, избранные снизу. Вообще-то говорят, кто победил-то? Да? Вот. Сегодня, даже если предположить фантастическое, что вследствие каких-нибудь особых пиар-ухищений КПРФ, справедливой России или бесправедливой России, или еще как она там сейчас переименована, победит на парламентских выборах, ничего не произойдет. В лучшем случае они испугаются и ничего не сделают. В худшем, не будем про это дальше говорить. К сожалению, ситуация именно такова. В КПРФ есть настоящие коммунисты, но их мало. Они соль этой организации, они ее честь, но дальше все непросто. Однако, в этой скверной ситуации, когда главная задача – это не борьба на парламентских выборах, я подчеркиваю, главная задача – не борьба на выборах в Думу или еще куда-то. Тем не менее, маленькая польза от этих выборов может быть, и участвовать в них я призываю, и голосовать за КПРФ тоже, при всем том, что я высказал много негативных критических замечаний. Почему? Во-первых, потому, что это возможность для некоторых коммунистов и просто левых, последовательно действующих людей иметь ресурс для своей реальной деятельности. Особенно важно голосовать за конкретных людей, которым вы доверяете. Есть такие люди, которые идут сейчас в Москве, в Омске и в других регионах нашей страны. Сами подумайте, проанализируйте, выберите этих людей и голосуйте. Я могу поручиться, скажем, за Олега Николаевича Смоля. Второе, гораздо более важное, почему, на мой взгляд, надо голосовать за КПРФ. Если КПРФ, ну, насчет остальных – не знаю. Если КПРФ получит больше, чем сегодня мест в парламенте, в идеале хотя бы 20-25%, фантастический результат, ну, или хотя бы не провалится ниже существующего уровня, то в этом случае сохранится возможность, во-первых, вносить минимальные поправки в скверные законы, которые будут приниматься. Вы скажете, это ерунда, это мелочи, это не то, что нам нужно, это не победа революции. Да. Но благодаря этим мелочам может появиться лазейка для того, чтобы организовывать забастовки и обеспечить деятельность независимых профсоюзов, если удастся какие-то поправки протащить в Трудовой кодекс. Благодаря этому можно приостановить приватизацию, коммерциализацию и развал образования в нашей стране, что, кстати, удалось в значительной степени сделать, при всех негативных чертах, скажем, образования до конца не развалили, как остальные сферы. То же самое касается медицины. Можно выбить лишние деньги на пенсионеров, на медикаменты. Можно по мелочам бороться. А это полезно. Ну и, наконец, третье. Надеюсь, что все-таки можно будет из этих депутатов найти достаточный круг людей, которые станут важной защитой для реальных борцов, не просто сидящих в кабинетах, получающих очень большие зарплаты, которыми, кстати, КПРФ в значительной степени все-таки, я думаю, делится. Это депутат, КПРФ, делится. Во всяком случае, я знаю многих из них, кто значительную часть, а то и большую часть своих доходов тратит на общественные дела, а не на свои привилегии, то есть не на свои блага. Так вот, эти люди смогут помогать, защищать, поддерживать тех, кто будет реально бороться внизу за трудовые права, за социальные права, за образование, за медицину. И главное, кто будет помогать, организовывать реальное низовое движение, с тем, чтобы в стране появились вот эти десятки тысяч реальных, активных, готовых ответственность, совопожертвованных до конца, зная, убежденно, неверуя идти к коммунизму людей. Они могут помочь таких людей поддерживать, защищать, спасать от тюрем и так далее. Во-вторых, они могут помочь соответствующим организациям, для того, чтобы у нас появились уже сотни тысяч тех, кто в какой-то мере хотя бы отчасти вовлечен в социалистическую, левую, общественную, экологическую и так далее деятельности, кто в перспективе может стать активным звеном общественной деятельности, звеном сетей, которые будут помогать создавать базу для успеха левых. Вот если это вырастить, будет польза. Будет возможность сделать так, как сделали в Боливии, когда США, собственные правые, бандиты прямо, а не фигурально бандиты, наркомафия и так далее, свалили левое правительство. Фактически устроили политический переворот, но массовые низовые организации людей, в том числе левые партии, в том числе движение к социализму, хорошее название движение к социализму, смогли создать атмосферу в стране, при которой вот эти узурпаторы вынуждены были объявить новые выборы. И на этих выборах опять победили социалисты. Социалисты – люди с левым взглядом. Вот это путь, который мы можем для себя выбрать в качестве предварительного ориентира. Не копировать, но это просто пример, что в адских условиях не слишком развитой страны, находящейся под боком империалистического агрессора Соединенных Штатов Америки, не имеющей поддержки ниоткуда, Такое победу левых обеспечить можно. Поэтому сцепите зубы при всех своих критических соображениях и поддержите. Если не хотите КПРФ в целом, то поддержите хотя бы отдельных кандидатов от КПРФ. Но лучше поддержите и КПРФ в целом. Пользы будет больше, чем вреда, хотя баланс какой-то небольшой. Если не ходить на выборы, поверьте, ситуация будет только хуже. Вы не отдадите, вы провалить выборы не сможете. Всеобщий бойкот нереален, его организовать не удается. Я думаю, что даже если бы удалось, то все равно бы объявили, что все хорошо. Но это второй вопрос. Но он невозможен. В данный момент точно на этих выборах. Дальше видно будет, может быть, ситуация изменится политическая. Но сейчас невозможен бойкот. Поэтому, если вы не придете, значит, вы увеличите количество голосов у Единой России и цитара. А то и вообще у ЛДПР. Если придете, хотя бы немножко сдвинете баланс. Да еще один, кстати, плюс в пользу того, что голосовать за КПРФ все же надо. Если левых, условно-левых, умеренно-левых в парламенте будет больше, то власть будет в большей степени идти на уступки трудящихся и даже сама будет принимать несколько более мягкие, более реформистские законы и все остальное. Ну и последнее. У меня был очень интересный спор с 16-летним парнишкой, с человеком с коммунистическими взглядами. Такие есть сегодня, их немало. Это новая генерация. Они очень критически относятся ко всем действующим партиям. Не только 60-летних профессоров, но и 25-летних активистов наших организаций считают стариками, которые уже ушли в прошлое и которым нечего делать вообще в истории. Но это второй вопрос. А вот разговор состоялся так. Он сказал, говорит, не надо делать реформы, они расхолаживают людей, они отбивают у них желание бороться за революцию. Дальше следующий шаг, который этот молодой человек не сделал. Слава богу. Извините за эту присказку. Не сделал. К счастью, не сделал. Он не сказал, что чем хуже, тем лучше. На самом деле, чем хуже, тем больше шансов, что победит фашизм или его аналог для 21 века. А вот начинается, на самом деле, борьба тогда, когда поднимается социальное творчество. А для того, чтобы научиться быть социальным творцом, вот, чтобы создать вот те самые советы, которые победили осенью, зимой 1917 года, надо иметь социальные мускулы, надо иметь социальные, умные мозги, социалистические мозги, социалистические мускулы. А они формируются, закаляются и развиваются благодаря борьбе за реформу. Где формировалась большевистская партия? В кассах взаимопомощи, которые они создавали, рассказывали там не только о том, как брать правильно в долг и давать друг другу денежки в кредит, так, чтобы помогать, а не обворовывать. В профсоюзах, которые были зубатовскими и которые удавалось частично использовать для нужных целей при организации забастовок, в пропаганде и агитации. Вот где. Да? Вот так и нам надо сейчас действовать. Я знаю, что у очень многих это выступление вызовет негативную реакцию, но я повторил то, в чем я убежден. Я сделал все необходимые оговорки, постарался аргументировать свою позицию. Спасибо. Посмотрим, что будет в 20-х числах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok